Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Представляю вашему вниманию вторую лекцию из цикла лекций, посвященных технологическому оборудованию для сетования. Просеивание или сетования происходит при условии относительного перемещения сетовой поверхности и частиц продукта. При этом частицы меньше размеров отверстий сетовой поверхности или равные им пройдут сквозь сито. Частицы больше отверстий останутся на сите. Те частицы, которые прошли сквозь сито, называются проход. Те частицы, которые остались на сите, называются сход. Сита выполняются с подвижной и неподвижной поверхностью. Сита применяют в хлебопекарном, кондитерском и крахмальном производстве. В предыдущей лекции мы рассмотрели технологические сита с подвижной сетовой поверхностью. С этой лекции вы можете ознакомиться по ссылке в подсказках, либо по ссылке в описании. В этой видео лекции мы рассмотрим сита с неподвижным ситом или с неподвижной сетовой поверхностью. Машины для просеивания муки. Просеивание муки на хлебозаводах и других пищевых предприятиях, где она используется, носит контрольный характер. Целью просеивания является отделение от муки и народных примесей, волокон от мешков, обрывков шпагата, мучных вредителей. Кроме того, в процессе просеивания мука разрыхляется и аэрируется, что положительно влияет на брожение теста, выход и качество хлебобулочных изделий. Основным рабочим элементом просеивателей является сита, которая выполняется из металлической сетки, изготовленной из стальной низкоуглеродистой отожженной, а также из латунной или фосфористо-бронзовой проволоки. Кроме сетчатых сита могут выполняться штампованными. Кроме металлических сит могут использоваться капроновые сита. Сита характеризуется номером, который указывает размер стороны ячейки в свету в миллиметрах. Например, сита номер 2, номер 1,6, номер 0,9. Имеют соответственно размеры ячеек 2, 1,6, 0,9 мм. Для просеивания пшеничной муки применяются сито от номера 1 до номера 1,6. Для ржаной от номера 2 до номера 2,5. Просеиватели хлебопекарного и макаронного производства. Просеиватели типа Пионер. Аналогичную конструкцию имеют просеиватели МПС-141. Просеиватель Пионер предназначен для просеивания муки и сахара песка и удаления из них ферропримесей. Производительность составляет 1,25-полторы тонны в час. Просеиватель состоит из двух цилиндрических сит. Внутреннее сито 5 имеет круглое отверстие диаметром 1,5 мм по всей цилиндрической поверхности и предназначено для задержания более крупных примесей. А наружное сито 6 имеет отверстие только на съемной полуцилиндрической поверхности, которая закрыта сплошным кожухом 16. Задняя полуцилиндрическая стенка 17 наружного сита выполнена из сплошного металлического листа. В верхней части вала 8 вертикального шнека 3 укреплен конус 7, к которому приварено 6 вертикальных пластин 11 с укрепленными на них по винтовой линии лопатками 12 и двумя винтовыми лопастями. Подача и просеивание муки производится вертикальным шнеком, вал которого приводится в движение от электродвигателя 10, мощностью 1 кВт и частотой вращения выходного вала 1000 оборотов в минуту. Движение передается через клино-ременную передачу. От вала шнека через зубчатую передачу 1 приводится в движение спиральные лопасти 2. Мука для просеивания подается в приемный бункер 15 через предохранительную решетку 14. Спиральные лопасти, захватывая и перемещая муку, направляют ее к вертикальному шнеку, который поднимает ее вверх и протирает через внутреннее сито площадью 14 сотых квадратных метра. Затем лопатки вторично протирают муку через наружное сито. Окончательно просеянная мука проходит через полюса магнитов 4 для улавливания ферропримесей и далее направляется для последующих операций. Крупные примеси, не прошедшие через внутреннее сито, выталкиваются шнеком через отверстие 9 на поверхность вращающегося конуса и центробежной силой сбрасываются в вертикальный канал, откуда поступают в сборник 13. Примеси, задержанные внешним ситом, поднимаются вверх лопатками и выбрасываются через тот же канал в сборник. Для обеспечения безопасного обслуживания просеивателя предусмотрена электроблокировка, размыкающая контакты, установленные под предохранительной решеткой и кожухом 16. При снятии которых размыкается цепь электродвигателя и машина останавливается. Этот просеиватель широко применяется на предприятиях малой мощности. Достоинством его являются малые габариты, компактность и высокая производительность. Недостаток этой машины заключается в том, что в результате протирания муки через сета не исключена возможность дробления и проход совместно с мукой различных примесей, камешков, осколков, стекла и тому подобное. Габаритные размеры в миллиметрах составляют 1150 на 735 на 1958. Масса машины 281 килограмм. Обслуживанию в данном мукопросеивателе подвергается ременная передача, которая требует замены ремней по мере их износа, а также ролик натяжения ременной передачи. На слайде представлены мукопросеиватели типа МПС-141. Они имеют сходную конструкцию с просеивателем Пионер. Относятся к одному типу мукопросеивателей по компоновочной схеме. Сета крахмального производства. В крахмальном производстве все большее распространение получают сетовые аппараты с неподвижной сетовой поверхностью. Обязательное условие сетования – это относительное перемещение продукта и поверхности. Создается здесь движением продукта по неподвижному ситу. Эти аппараты имеют ряд преимуществ. Главным образом эксплуатационных, способствующих широкому их применению практически на всех операциях сетования. К этим преимуществам относятся отсутствие движущихся частей, а следовательно малый объем ремонта, простота обслуживания, доступность наблюдения и контроля. Относительно высокая производительность при небольшой занимаемой площади. Простота замены сетовой поверхности. Кроме того, эти аппараты отличаются малой металлоемкостью, возможностью применения коррозионно устойчивых материалов для изготовления всех деталей, несравнимой легкостью всего аппарата, отсутствием динамических нагрузок на основании. К сетам с неподвижной сетовой поверхностью относятся дуговые, безнапорные и напорные сета, круговые и шнековые сета. Безнапорные дуговые сета. Поверхность этого аппарата образована согнутым по радиусу ситом, лежащим на корпусе, представляющим собой одновременно и приемник для фильтрата. Для питания сита наверху установлена приемно-питательная коробка, назначение которой равномерное распределение продукта по сетовой поверхности. Подвод продукта к поверхности должен производиться по касательной. При движении по дуге сита в продукте возникают центробежные силы, которые способствуют прохождению частиц сквозь отверстия. Чем выше скорость движения продукта, тем больше возникающие в нем центробежные силы. Ситовая поверхность в зависимости от назначения сита выполняется из сетки. Колосниковой, плетеной, металлической, шлицевой или капроновой. Основное и обязательное требование к поверхности – отсутствие неровностей. Наилучшей сеткой для всех операций от отцеживания кукурузы перед дробилками до рафинирования крахмального молока следует считать колосниковую разных номеров. Колосниковая сетка позволяет достичь почти идеальной гладкой поверхности сита и, кроме того, практически не забивается, так как имеет расширяющуюся щель. Все щелевые сита монтируются таким образом, чтобы щели располагались поперек движения продукта. При испытаниях безнапорных дуговых сит с поперечными щелями установлено, что сквозь ситовую поверхность проходят частицы, размер которых вдвое меньше ширины щели. Более крупные частицы уходят в надрешетный продукт. Таким образом, например, для рафинирования кукурузного крахмального молока нужно ставить сетку шириной щели 50 микрометров, чтобы в молоко ушли все зерна крахмала, самые крупные из которых имеют размер 25 микрометров. Отмечается, что безнапорные дуговые сита дают несколько худшие технологические показатели, чем сита ротационных типов. Поэтому вместо трех промываний зародыша и крупной мезги следует делать четыре. Еще лучше на последней промывке поставить ротационное сито, например, центробежно-лопастное. Подробнее о ротационных ситах вы можете узнать из лекции, посвященных ситовым аппаратам с подвижной ситовой поверхностью. Ссылка на эту лекцию есть в описании к этому видео. Принцип действия сита на стадии промывания зародыша. Через патрубок 2 крахмальная суспензия с зародышем поступает в приемник 4. Через щель питателя 1, регулируемую механизмом, продукт поступает на сито 5, закрепленное прижимами. Прошедшее через сито крахмальное молоко собирается под ним и выходит в патрубок 6. Отцеженный зародыш через лоток сходит сито. Корпус сито и питательная коробка свариваются из листового алюминия или нержавеющей стали. Техническая характеристика дуговых сит типа СД представлена в таблице на слайде. Длина дуги ситовой поверхности для безнапорных дуговых сит принимается в 60 градусов или 1 третье пи. Безнапорные дуговые сита могут быть использованы при переработке не только кукурузы, но и картофеля, что подтверждается успешными опытами при промывании кашки перед вторыми терками и при выделении мелкой мезги. Дуговые сита столь просты по конструкции, что многие предприятия делают их сами. При этом используются различные сетки в зависимости от операций, различные способы крепления ситовой поверхности и т.п. Для того, чтобы дуговое сито работало хорошо, при его изготовлении необходимо выполнить следующие рекомендации. Обеспечить подвод продукта по касательной к ситовой поверхности. Правильная схема питающей коробки представлена на рисунке. Обеспечить гладкость ситовой поверхности. При неровной поверхности продукт движется волнами, часть ситовой поверхности не работает. При использовании капроновых или плетеных и тканых мелких металлических сит, конструкция ситовой поверхности делается в три слоя. Нижний – крупное пробивное сито с большим живым сечением, например, солодовинное. Средний – дренажная металлическая сетка, желательно нержавеющая, с отверстиями от 2х2 до 4х4 мм. Наружный – капрон, мелкая металлическая, металлическая сетка. Если положить, например, капрон прямо на солодовинное сито, то производительность сита снизится, так как живое сечение наружной сетки будет уменьшено до уровня живого сечения нижней сетки. Все три слоя ситовой поверхности скрепляются между собой прочными нитками, причем стежки делаются вдоль движения продукта. Чтобы сетка была гладкой, строчки пришивки делаются примерно на расстоянии 100 мм друг от друга. Начинать пришивку нужно с центрального шва. Четвертое. Ситовая поверхность должна быть удобосменяемой. Пятое. Отфильтрованная сквозь сито суспензия стекает по внешней поверхности нижнего сита и даже просачивается на рабочую сторону сита, смешиваясь с надситовым продуктом. Естественно, это ухудшает показатели ситования. Для устранения этого явления по всей длине дуги по внешней поверхности нижнего сита часто ставят поперечные отбойные планки, приваривая их непосредственно к нижнему ситу или к бортам ситового корпуса. Это ухудшает работу сита, так как поверхность его становится неровной. Было предложено для рафинирования и промывания мелкой мезги использовать дуговые сита типа Р3ПРД. Ситовая поверхность которых из капрона или шелка подвешивается свободно, без опорных накладных сит. Под давлением продукта ситовая ткань натягивается сама по дуге. Для прочности в ситовую ткань вдоль сита вшиваются шнуры. Технические характеристики сита Р3ПРД представлены на слайде. Напорные дуговые сита. Сита этого типа отличаются тем, что продукт подается на ситовую поверхность под напором, создаваемым насосом. Разрез напорного дугового сита типа ПДС представлен на слайде. Благодаря тому, что продукт подается под напором, сита работает интенсивнее, чем безнапорное. А длина дуги доведена до 123 градусов против 60 градусов у безнапорного. Напор насоса для подачи продукта в известной степени определяет производительность сита. С увеличением напора скорость движения продукта по ситовой поверхности возрастает. Возрастает и центробежная сила, прижимающая продукт к ситу. Крахмальное молочко подают под давлением от 7 до 20 килопаскаль. Для сита этой конструкции на первом промывании крупной мезги и отцеживании молока от зародыша при работе на колосниковой сетке со щелью 0,3 миллиметра были получены экспериментальные показатели качества работы процесса ситования, которые представлены в таблице на слайде. При оснащении напорных сит на состояние ситовой поверхности нужно обращать еще большее внимание, чем у безнапорных сит. Круговое сито отличается от напорного дугового длиной дуги ситовой поверхности. У кругового сита дуга составляет 270-300 градусов. Круговые сита применяются для ситования тонких продуктов, рафинирования, промывания мелкой мезги и соответственно этому оснащаются мелкими шлицевыми, колосниковыми или проволочными ситами. Шнековые сита. Схема шнекового сита представлена на слайде. Сита состоит из трубы 1, верхняя часть которой сделана из перфорированного материала. Внутри верхней части вставлена цилиндрическая сетка, например щелевая. В трубе вращается шнек 2. Продукт поступает снизу и поднимается шнеком вверх, где частицы, не прошедшие сквозь сито, выбрасываются. Ситовая поверхность здесь неподвижна, а продукт перемещается, вращаясь по спиральной траектории. Отфильтрованная суспензия стекает в желоб 3 и отводится из аппарата. В зависимости от операции на сито надевается соответствующая сетка. Конструкция шнекового сита чем-то похожа на конструкцию мукопросеивателя типа PIONEER, рассмотренного в начале лекции. Мы рассмотрели технологическое оборудование для ситования с неподвижной поверхностью сита. Благодарю вас за внимание. Вы также можете посмотреть лекции по другому технологическому оборудованию. Ссылки на лекции я оставлю в описании. Одну из лекций я помещу вот сюда в виде конечной заставки. А также подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, вопросы, я на них обязательно отвечу. И ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!